До празднования 70-й годовщины Великой Победы осталось чуть более двух недель. Сегодня с гостем программы будем говорить о поддержке, которую оказывает государство ветеранам войны. Присоединяйтесь к диалогу. Петр Николаевич Савицкий, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома. Родился в 1952 году в Калинковическом районе. Работать начал в юном возрасте, в 1969 году бригадиром колхоза 1 мая. В 1975 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности механизация сельского хозяйства. В колхоз вернулся уже на должность главного инженера. Работе в сельском хозяйстве посвятил более 20 лет своей трудовой биографии. Затем на протяжении почти 10 лет возглавлял Житковический районный исполнительный комитет. В 2008 году назначен на должность председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома. На вопросы, которые касаются оказания государственной социальной поддержки населению, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 80232-776845. Здравствуйте, Петр Николаевич. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Петр Николаевич, расскажите, пожалуйста, какой след в истории вашей семьи оставила Великая Отечественная война? Ну, я, наверное, Ольга скажу, что, как и в каждой семье того времени, война оставила свой след, поэтому отец принимал участие, был на фронте с 1943 года до окончания войны. Войну завершил в Берлине, взятием Берлина. Награжден был медалью за отвагу, за взятие Берлина, за взятие Варшавы. Ну и, конечно же, родственники по линии матери, один брат, то есть дядя мой погиб в блокадном Ленинграде, трое возвратились с войны, прошли весь путь от начала до конца. Слава Богу, вернулись. И по линии отца старший брат тоже прошел всю войну от начала до конца и вернулся домой. Слава Богу, и продолжали трудиться и восстанавливать народное хозяйство нашего региона, Калинковичского района. Скажите, пожалуйста, о событиях военных рассказывали детям и внукам? Я хочу сказать, что, Ольга, вот те люди, которые воочию все это видели и слышали, они с небольшим желанием об этом говорили. Хотя скажу, что такие яркие моменты, конечно же, и отец, и дяди, конечно, говорили об этой. Но не с большим удовлетворением, потому что вот эти воспоминания для них были, конечно, тяжело на душе, когда люди видели, что погибали их друзья, соотечественники, сослуживцы. Конечно, это наложило свой отпечаток и те ранения, контузии, которые они получили, конечно, давали о себе знать и в послевоенные годы. Страшные испытания выпали на долю этого поколения. Я думаю, что даже представить мы себе не можем, насколько они были тяжелые. Это действительно так, поэтому я полагаю, что вот наше поколение и с огромнейшим уважением относятся к этой категории людей и делают все во благо того, чтобы как можно дольше они находились в наших рядах и делали свое доброе дело. Мы самой своей жизнью обязаны им. О том, какая поддержка сегодня им оказывается, мы поговорим далее. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Мы слушаем вас. Я хотел бы задать вопрос по поводу повышения пенсии в феврале. Когда, ну, говорили по всем национальным каналам, типа на заработанную плату будут добавлять. И что-то у меня не срослось. Добавили 2 рубля, но у меня 13 лет трудового снажа. По поводу инсульта у 33 года я стал нерабочим человеком. Ну, я по этому вопросу скажу огромнейшее спасибо за вопрос. Но в каждом конкретном случае надо разбираться и смотреть. Надо поднять ваше пенсионное дело, чтобы ответить объективно. Потому что, да, в соответствии с указом там были повышения. Но я думаю, что мы вам дадим ответ конкретный. Посмотрим, поднимем ваше личное пенсионное дело и дадим вам ответ профессионально и качественно. Петр Николаевич, скажите, пожалуйста, сколько сегодня ветеранов Великой Отечественной войны проживает у нас в Гомельской области? К большому сожалению, Ольга, количество их очень быстро уменьшается. Я вспоминаю то время, когда я только начинал работать, то 5 лет, к примеру, назад их было где-то 7222 человека. Сегодня мы имеем 2666 человек, из них 1429 человек – это участники и в том числе 444 инвалида. То есть приблизно мы ежегодно из жизни, к большому сожалению, уходит порядка 850-900 человек вот этих заслуженных людей. Сколько лет старейшему ветерану? На сегодняшний день у нас столетний юбилей преодолело 6 человек. Самому старшему – это в Петриковском районе Иван Васильевич, легко запомнить, ему 102 года. Можно представить, что если человек ушел на фронт в 17 лет, в 18, то сегодня этой категории 87-88 лет самому младшему ветерану, участнику Великой Отечественной войны. Эти люди для нас пример такой жизнестойкости, такой невероятной силы, жизнелюбия, оптимизма. И, конечно, пока есть возможность такая, нужно с ними встречаться, нужно с ними говорить, нужно их слушать. Как раз накануне праздника ветераны получили памятные медали. Расскажите, пожалуйста, как проходили эти встречи? Ну, я хочу сказать, что, по сути дела, всем уже ветеранам, участникам Великой Отечественной войны медаль 70-летия Победы, она вручена. Все эти мероприятия проходили в торжественной обстановке, соответственно, я хочу сказать, что тех ветеранов, которые по своему состоянию здоровья могли присутствовать на этих торжествах, их всех подвозили, ну, а тех, кто уже по состоянию здоровья не может, то эти медали им вручение прямо на дому. Конечно, это, как правило, проходит в торжественной обстановке в районных центрах, ну, и ряд мероприятий проходило и в сельских советах. Потому что, как я и выше говорил, это люди, которые уже не все могут быть транспортабельны по своему состоянию здоровья. Но каждому из них уделено соответствующее внимание, и то, что положено, это сделано, и я думаю, что они не обижены. И вот, как вы сказали выше, что именно они заслуживают этого, то по инициативе Совета ветеранов создано специально 950 таких фонотек с записью воспоминаний участников Великой Отечественной войны, их живой голос, их письма, то есть с той целью, чтобы вот в будущем, в дальнейшем, нашему молодому поколению можно было дать возможность прослушать ту фонотеку, которую сделали сегодня мы для того, чтобы сохранить память вот об этих заслуженных людях, чтобы как можно дольше сохранить эту память. Это бесценно. Скажите, пожалуйста, что касается выплат материальной помощи ветеранам, их семьям, должна была в соответствии с указом президента, с 1 апреля она производится, уже выплаты закончены. Я хочу сказать, что да, в соответствии с указом главы государства за номером 126, положены выплаты вот этой категории участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, значит, вдовам, погибших, не вернувших сейчас с фронта, подпольщиков, партизан, пропавших без вести, значит, инвалидам, которые с детства получили ранения во время военных действий, все этой категории, у нас их таких насчитывается 8244 тысячи, произведены соответствующие выплаты. Участникам, ветеранам Великой Отечественной войны по 8 миллионов, всем остальным по 3,5 миллиона. И на сегодняшний день хочу сказать, что в принципе все выплаты завершены. Осталось вот на пятницу 4 человека. Я полагаю, что вот за эти дни и этих 4 нашли, и выплаты произведены. Выплаты составили более 36 миллиардов рублей. И мы специально, Ольга, это делали в первые дни, значит, хотя выплаты все они предусмотрены на весь апрель месяц, но мы 80% по сути произвели до 7 числа. Это все делалось с той целью, чтобы как можно быстрее выплатить, потому что мы понимаем возраст этих людей, и чтобы они смогли получить то, что положено, то, что определено указом главы государства. Петр Николаевич, расскажите, пожалуйста, какие еще у нас мероприятия, приуроченные к празднованию 70-летия Великой Победы, готовятся или уже проходят в Гумерской области? Ну, на сегодняшний день я хочу сказать, что эти мероприятия, они плановые, и в целом по области запланировано более 100 таких мероприятий. Поэтому все, что необходимо сегодня делается, а самое главное в процессе работы, вот те обследования, которые делаются нашими службами социальными, и сегодня я хочу сказать, что большое благо работа смотровых комиссий, если мы производили обследование раз в год, то сегодня работа комиссий позволяет эту работу делать и чаще. Поэтому весь перечень вопросов, которые у этих людей появляются, они, соответственно, решаются в процессе. И я хочу сказать, что в соответствии с планом мероприятий, вот для решения этих проблем, в программе заложено 700 миллионов рублей, более миллиарда заложено в коллективных договорах предприятий, организаций. Поэтому вся эта работа, она проводится и самым активным образом. И сегодня скажу, что вот в преддверии праздника, конечно, будут еще и торжества, на которых будут приглашены, значит, участники Великой Отечественной войны, которые смогут побыть, будут совершены приемы у председателей районных исполнительных комитетов, в организациях, в коллективах трудовых. То есть вся гамма вот этих вопросов. И, конечно же, уже 9 мая будут соответствующие чествия праздничные, чествования, приемы. То есть вот эта гамма вопросов, которая определена, она сегодня выполняется. И вот эта работа, я скажу, что она не только в этом году, она планомерно и ежегодно проводится. И вот эти обследования позволяют решать проблемы наших ветеранов в части того, что сегодня их возраст уже соответствующий. Поэтому есть проблемы и, так сказать, поддержания в нужном состоянии и жилищ. Есть проблемы, которые касаются вопросов, что они сами уже и не могут решать все проблемы и обслуживание. Поэтому все эти вопросы занимаются службой и решают вот эти их проблемы. На наш взгляд, для здоровых, казалось бы, это все просто элементарно, но для них это огромнейшая проблема. Можно сказать, что в результате всей этой работы сегодня самые заслуженные люди нашей страны живут в достойных условиях? Я скажу, что в пределах вот той возможности, которая есть, да. Но сегодня я хочу сказать, что у некоторых есть определенные и проблемы, потому что сегодня нечего греха таить. Многие из участников Великой Отечественной Ветеранова переписали уже все свое имущество на своих детей, внуков и правнуков. Поэтому вот эти проблемы, они есть, возникают. Но и эти проблемы мы их решаем за счет спонсоров, потому что решить проблему программными ресурсами юридически невозможно. Но на сегодняшний день скажу, что да, эти вопросы, они решены. Спасибо, Петр Николаевич. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Я уже задавала вопрос. Задайте, пожалуйста, нам его в эфире. В эфире. Скажите, будут ли в этом году проиндексированы трудовые пенсии? Спасибо. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, что трудовые пенсии будут проиндексированы в соответствии с действующим законодательством. И повышение будет только тогда, когда будет преодолен вот этот барьер коэффициента. Петр Николаевич, сегодня ветеранам и многим другим пожилым людям трудно, конечно, обходиться без ежедневной помощи. Расскажите, как у нас налажена работа сети социальных учреждений, которые как раз призваны эту помощь оказывать на безвозмездной основе и на платной основе тоже бывают услуги. Я скажу, что в области действует 25 территориальных центров социального обслуживания и городской центры семьи и детей. Ну и, конечно же, действует сеть интернатных учреждений, а в области их 14. И есть отделение круглосуточного пребывания, койки сестринского ухода. В целом, я хочу сказать, что вот эта система, выстроенная в территориальных центрах, поэтому она позволяет создать возможность нормально проводить время для этой категории людей и, соответственно, оказывать услуги. И наша задача состоит в том, чтобы как можно дольше эти люди находились в привычных домашних условиях. Поэтому для государства в целом гораздо проще и лучше оказывать эти социальные услуги на дому. Поэтому вот территориальные центры и призваны для того, чтобы оказывать эти услуги. И в территориальных центрах работают различного рода кружки, клубы по интересам, где собираются эти люди. И сегодня я скажу, что эта работа, она востребована, потому что, к большому сожалению, с возрастом у этих людей не хватает живого общения. А вот именно там они находят это живое общение, получают моральное удовлетворение. И скажу, что более комфортно они себя чувствуют и живут. Поэтому, конечно, вот эта сеть в свое время, она была продумана и очень правильно выстроена. И на сегодняшний день я хочу сказать, что она в постоянном развитии. И мы сегодня работаем над тем, чтобы как можно больше качественно оказывать вот эти услуги. Потому что услуг их достаточно, более 100. А вот над качеством, конечно, постоянно надо работать. И я всегда говорю, что совершенству нет предела. Сегодня мы, по сути дела, завершаем открытие отделения для пожилых людей, чтобы они могли собираться в территориальных центрах. И база на сегодняшний день позволяет эту работу делать. И скажу, что на сегодняшний день уже около 14 тысяч наших пожилых людей пользуются вот услугами территориальных центров, находятся на социальном обслуживании. Спасибо. Мы к этой теме еще вернемся. У нас есть вопрос на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Александр. Я хотел бы задать вот такой вопрос. Мне где-то год до ухода на пенсию будет ли у нас в республике в ближайшее время увеличен по возрасту, пенсионный возраст, так скажем? Спасибо. Алексей, спасибо за вопрос. Хочу ответить, что пока этот вопрос не обсуждался, хотя уже население об этом говорит. И скажу более того, что сегодня соотношение работающих к одному пенсионеру у нас, как и в целом в Европе, где-то 1,7-1,8. Желательно, чтобы было где-то 2,7-3. Но пока вопрос так не стоит, потому что фонд еще в состоянии платить регулярно пенсии, и вопрос так не стоит. Хотя, ну, сегодня все мы это понимаем, что вопрос назревает. Мы находимся в центре Европы, а вокруг нас уже пенсионный возраст 65-67 лет. Поэтому, конечно, наверное, наступит такое время, когда будет. Но я также узнаю, как и вы, когда будет принято соответствующее решение правительства, главы государства. К этой теме мы еще тоже вернемся, поэтому просим, уважаемых телезрителей, кого интересует этот вопрос далеко от экрана не уходить. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты накануне побывали в доме-интернате Васильевка. Эту песню Денис Терехов знает наизусть, однако во время репетиции иногда все равно пользуется напечатанным текстом. Ко дню победы в доме-интернате Васильевка готовят большой праздничный концерт, на котором Денис исполнит майский вальс. Он родился через 45 лет после окончания войны и очень благодарен ветеранам за мирное небо. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народом Европы свободу принял жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старым лад. На старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. В этом году в доме-интернате создали уголок «Они ковали победу». В экспозиции в основном личные вещи ветеранов Великой Отечественной. За 9 лет существования дома-интерната их здесь проживало 25 человек. Сегодня осталось 10. У каждого своя судьба и свои воспоминания. Причем часто такие, что делиться ими с кем-то совсем не хочется. Бывший малолетний узник Мария Королева в 43-м попала в детский концлагерь в деревне Красный Берег. Это детей много там было, кровь брали. Ну, у нас взяли, ну, я была, мне было уже 17 лет, наверное, 8 классов кончила я уже. Ну, потом у меня взяли один раз, потом сказали, что вроде будут в Германию отправлять на работы. А детей вот их брали, их не отправляли же в Германию, их выбирали кровь до самой, у кого первая группа, то до конца выбирали, дети умирали. Дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов Васильевка создали в 2006-м на базе санатория с таким же названием. Сегодня здесь проживает 143 человека в возрасте от 18 до 95. Год назад в доме-интернате осветили собственный храм. Несколько раз в месяц сюда приезжает священнослужитель. В остальное время можно прийти сюда и просто постоять у икон. Или попросить о чем-то очень личном. В администрации говорят, что вообще стремятся сделать проживание здесь максимально комфортным. Причем касается это всех сфер. Начиная от развития творческих способностей до организации качественного питания. Кстати, после того, как санаторий стал домом-интернатом, местная столовая значительно преобразилась. Сегодня она больше напоминает современное кафе с внимательным обслуживающим персоналом. Еще одна новость дома-интерната – лечебная база, также оставшаяся в наследство от санатория. Электросветолечение, спелеотерапия, фито- и аромотерапия. И это не полный список процедур, которые проживающие могут получить в доме-интернате. Мы сохранили лечебную базу в полном объеме, которая была в санатории Васильевка. Поэтому все на сегодняшний день в рабочем состоянии, стоит на обслуживании. В общем-то, лечебной базой пользуемся в полном объеме. Наши проживающие пользуются этой базой. Принимают ванны, души, сухой массаж, физкабинет у нас более 20 аппаратов. Термин «пет-терапия» в мировой медицинской практике появился сравнительно недавно. В нашей стране этот метод лечения с помощью животных больше известен как зоотерапия. В доме-интернате Васильевка медицинского работника соответствующего профиля нет. А вот куры-кроликов в этом году здесь приобрели. Проживающие говорят, что общение с ними помогает снять стресс и восстанавливает ритм сердца. Впрочем, отдохнуть в доме-интернате можно не только общаясь с животными. Только в прошлом году для создания более комфортных условий для проживания в домах-интернатах Гомельской области было выделено около 30 миллиардов рублей. Что, впрочем, не мешает руководству Васильевки озвучивать новые планы. У нас очень большие планы. Мы хотим приобрести еще медицинское оборудование, в столовой хотим приобрести тоже кухонное оборудование. А я могу назвать наш дом уютным, благоприятным для проживания наших проживающих. Самым лучшим. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях председатель комитета по труду, занятости и социальной защите. Гомельская область полкома Петр Савицкий. Петр Николаевич, конечно, у руководителя всегда есть какие-то идеи, как сделать работу более эффективной, какие-то планы. Скажите, насколько то, что озвучила директор, сегодня реализуемо. Какие средства выделяются подобным учреждениям на их модернизацию и укрепление их базы? Я скажу, Ольга, что вообще в последнее время, вот сколько я работаю, это уже почти 7 лет, на эти цели государством, область полкомам уделяется очень огромное внимание. И вот за эти годы очень многое сделано в плане укрепления материально-технической базы домов-интернатов. У нас их 14. Я только скажу, за прошлый год на эти цели потрачено 35 миллиардов рублей. Это немалые суммы на 14 домов-интернатов. Тем более, что в последнее время мы работаем точечно, берем 2-3 интерната, в которые надо вкладывать средства. И сегодня скажу, что вот мы в стадии завершения в этом году Речицкого дома-интерната. Он у нас был один из таких, который требовал, чтобы мы это сделали. Мы в этом году завершаем эту работу. И на сегодняшний день подтверждение тому, что наши дома-интернаты находятся, я бы сказал, в более чем хорошем состоянии. Ну, оценка работы в Министерстве труда и соцзащиты подводятся итоги ежегодно состояния работы материально-технической базы в домах-интернатах. Из 9 призовых мест Гомельщина забрала 3. Это говорит об уровне работы, это говорит об уровне материально-технической базы наших интернатных учреждений. И, конечно же, самое главное, вот моя задача как руководителя, это чтобы люди себя чувствовали там комфортно, удобно. И не сама цель решить эту проблему – вложить деньги. Самая главная задача – это содержать в том состоянии, в котором сегодня есть. Чтобы долгие-долгие годы эксплуатировать, использовать, и вложенные деньги давали отдачу. Поэтому всегда говорю коллективу, что не менее важная задача коллектива – содержать все это в достойном состоянии. И сегодня хочу сказать, что к чести коллективов это им удается, они это делают. И скажу откровенно, первое время я сам не ожидал того, что думал, что все-таки это люди психически больные, в особенности в домах-интернатах для психохроников. Но ничего подобного. Все это ценится, содержится именно благодаря и проживающим, но и, самое главное, коллективам, которые трудятся в этих учреждениях. И вот то, что вы видели на экране, я сегодня не боюсь, это, по сути дела, в каждом доме-интернате. Да, у каждого своя изюминка, у каждого руководителя свой подход, но требования однозначно жесткие. И сегодня вот рад предприятий наших посетил и наш председатель область полкома, и он посещает, не говоря никому ни о чем. Поехал и поехал, и посмотрел. Поэтому это накладывает отпечаток серьезный для всех, поэтому никому не хочется, чтобы выглядеть потом плохо. Поэтому коллективы делают все для того, чтобы вот содержать в таком состоянии. И все то, что сегодня касается приобретения оборудования технологического, оно, по сути дела, у нас все в работном состоянии. И мы в работоспособном состоянии, и мы имеем возможности для решения тех вопросов, которые в процессе эксплуатации возникают. То есть я здесь не вижу никаких проблем, вот как председатель комитета, потому что все наши учреждения, они финансируются с областного бюджета и непосредственно с участием комитета. Поэтому я не вижу проблем в решении тех вопросов, которые возникают в процессе работы. А они, естественно, возникают и будут возникать. Это жизнь, конечно. Это жизнь, иначе и мы бы не нужны были, если бы не было вопросов. Спасибо большое, Петр Николаевич. После небольшой паузы мы продолжим диалог. Я напомню номер телефона прямого эфира. 77 68 45. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас есть на линии телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем Ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Борисовна. У меня такой вопрос. Кому присваивается звание ветеран труда и какие льготы это звание дает? Спасибо. Ветеран труда присваивается всем тем, кто раньше это было такое. На сегодняшний день оно есть и его нет. И льгот никаких это звание ничего не дает. Льгота только если вы проработали в коллективе, и кол договоры там есть некие, так сказать, преференции для своих сотрудников. Единственное, что вот оно есть. Раньше были пенсии коллективы дополнительно давали, там по 10 рублей. Все это сейчас ушло в прошлое. И это ничего, по сути дела, никаких льгот нет. Это почетно. Ну, звание почетно, да. Конечно. Петр Николаевич, с 1 января пенсии у нас считаются по-другому. Указом номер 570 внесен ряд изменений. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. Да, действительно, Ольга, в декабре месяце 2014 года был подписан указ главой государства за номер 570 о совершенствовании пенсионного обеспечения, который предусматривает повышение пенсии людям, которые длительный период работали и имели невысокий заработок. Это для мужчин 36 лет, для женщин 31 год. Там предусматривается увеличение расчета на 0,7% именно для корректировки расчетного заработка для пенсии. Ну, и этим указом еще, так сказать, решен ряд проблем в качестве того, чтобы каждый задумывался над тем, что надо работать для того, чтобы получать пенсию. Этим указом внесены изменения. Если раньше для назначения трудовой пенсии надо было иметь страхового стажа 10 лет, то сейчас нужно иметь 15 лет. Поэтому, не имея 15 лет страхового стажа, значит, человек, достигнув общеустановленного пенсионного возраста, мужчина 60 лет, женщины 55 лет, не имеет права на получение этой пенсии. Потому что для этой категории, кто не выработал страховой стаж в 15 лет, вступает в силу, чтобы пенсия им социальная будет, если раньше назначалась пенсия социальная, то сейчас социальная пенсия будет назначаться, достигнув возраста, мужчина 65 лет, женщина уже 60 лет. И, конечно, это, так сказать, наложило определенный отпечаток. Хотя, я заранее скажу, что вот эта норма указа, она не касается тех, которые в силу сложившихся обстоятельств, то есть матери, которые пятеро и более детей, воспитали их там до 8 лет, не имели возможности работать для них. Вот для этой уязвимой категории, я так их называю, остается 5 лет страхового стажа для назначения трудовой пенсии. Остальным всем серьезно надо над этим задумываться. Но пенсионный возраст установлен законодательно, и в ближайшее время менять его не планируется. Пока, да, пенсионный возраст остается, пока мужчины 60, женщины 55 лет, и пока менять предпосылок таких нет. Наши корреспонденты поинтересовались мнением гомельчан. Какой возраст они считают оптимальным для выхода на пенсию? Внимание на экран. Как у кого здоровье, у кого и на пенсии не доживает, а кто и может и до 80 работать. Тут зависит от здоровья. 60 лет – это возраст такой, что надо отдохнуть. Я на пенсии, мне сейчас уже как-то все равно. Я тоже вот работаю на пенсии, работаю. Кто хочет, пускай работает, а кто не хочет, пускай в свои годы пенсионные дома сидит. Я думаю, что так. Все равно люди работают. Только надо как-то по-человечески это все дело принять, какие-то, может быть, законы, или еще положения, или еще что-нибудь такое. Чтобы человек, если же ему возраст увеличили, то были условия у него для работы более-менее такие хорошие, будем так говорить. А вообще я, например, лично против повышения официального. Я в таком возрасте, то я хотела бы поработать, я бы сказала да. А когда больной человек, он ответил, что нет. Я считаю, что нет. Смотря кому вообще-то, если честно. Кому видишь это? Ну, если относиться к этому вопросу, простой рабочий, если он проработал более 30 лет на одном предприятии, тяжелые условия труда, то я считаю, в 60 лет вполне достаточно ему будет, чтобы выйти на пенсию. А кому? Да, но, извините, те, кто сидят в конторе, вот, у них физически-физический патрон ничего не связан, согласны со мной. Поэтому я считаю, что можно добавить пару лет, но не больше. Я думаю, что даже не стоит, потому что люди некоторые, они даже до своего пенсионного возраста не доживают. Ну, допустим, вот я знаю, мужчина одного пошел на пенсию буквально недели две прожил, все, он умер. А хотя работал троллейбусом, он 25 лет отработал водителем. Вот и все, весь ответ. Мне уже 50 лет, и мне это не грозит, поэтому, конечно, я могу сказать да, что можно. Но для детей сложно ответить. Не знаю, как-то я об этом не задумывалась. Я считаю, что его увеличивать не то, чтобы не нужно, категорически нельзя. Особенно у женской половины нашего государства. Потому что, ну вот сказали вы, что мне это не грозит, внешность может быть и обманчива, тут все не за горами. Женщины очень изнашиваются к 55 годам. У них уже, может быть, едва остаются силы на саму себя, а чтобы еще совмещать семью, работу, свое собственное здоровье, уже сил не остается. Это уже взгляд не со стороны, скажем так, далекого возраста, 30-летний, а уже я общаюсь с женщинами, которые уже и пенсионного, и послепенсионного возраста, что сил у них уже не остается. С позиции молодого поколения считаю, что на данный момент времени нам нужно работать не над увеличением пенсионного возраста, а над увеличением качества жизни людей, чтобы поднять, соответственно, среднюю продолжительность жизни. Ну а потом стоит задуматься, уже может быть, над увеличением пенсионного возраста. Петр Николаевич, в Японии, например, на пенсию выходят в 70, а в Америке в 65. У нас кто-то и в 70 лет не хочет оставаться за бортом активной общественной жизни, а у кого-то и в 50 уже сил мало на что хватает. Каково ваше личное мнение по этому вопросу? Ну, мое личное мнение по этому вопросу, Ольга, я скажу так, что рассуждая, вот, исходя из продолжительности жизни наших граждан, я сегодня скажу, что вот абсолютно солидарен с высказыванием молодого человека, который сказал, мужчины продолжительность жизни у нас 64 года, 64 с половиной колеблется. Следовательно, понятно, что увеличивать возраст можно, и правильно было высказывание второго гражданина, где-то порядка на 2 года, 62 года. Что касается женщин, то скажу, что продолжительность жизни женщин у нас значительно больше, она 74 года сегодня, средняя продолжительность жизни женщин. Поэтому, конечно, ну, наверное, думают над этим, и возраст, конечно, придется увеличивать, это я так считаю. Потому что, наверное, при таком вот усугублении, конечно, ситуации, что вопросы могут возникать и с формированием фонда. Поэтому абсолютно вот солидарен с высказыванием молодого человека, что, конечно, надо работать всем над тем, чтобы увеличить качество жизни, чтобы продолжительность жизни возросла. А затем оно и само по себе скажет, что надо увеличивать и возраст. Потому что это во всем цивилизованном мире, я говорю, мы находимся в центре Европы, Белоруссия, как раз в центре Европы, то вокруг, во всех странах у нас уже, правильно вы сказали, 65-67 возраст выхода на пенсию, ну, а у нас 60 и 55. Поэтому, конечно, неизбежно мы, наверное, со временем придем к тому. Но нужно работать над увеличением продолжительности жизни, над качеством жизни. Абсолютно с вами согласна, Петр Николаевич. Хотел бы только добавить, что в таком возрасте женщины очень нужны своим внукам. Они оказывают неоценимую помощь. Глядишь, и демография наша будет выправляться активнее, когда есть кому подстраховать, кому помочь. Анатолий Иванович, давайте перейдем уже к другому вопросу. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Петр Николаевич, почему мне отказано у назначения пенсии, как пострадавшая на Шанобовской АЭС, и отказано у социальной защиты ни пособия, ни работы, ни пенсии. Анатолий Иванович, мы с вами неоднократно общались, и вам отказано в суде, поэтому действия управления по труду занятости и социальной защите Гомельского района, они обоснованы. Министерство вам не единожды давало ответ. Поэтому на пенсию вам досрочно никто не отправит. И вам не единожды говорили, что нельзя, Анатолий Иванович, выдергивать то, что удобно для вас. Поэтому закон о пенсионном обеспечении, он для всех один, и он соблюден. Поэтому нарушений никаких нет. И вам об этом не единожды говорилось. Поэтому извините, но никто не будет законодательство о пенсионном обеспечении подстраивать под вас. Поэтому спасибо, но абсолютно правильно с вами поступили. Давайте продолжим наш разговор о пенсионном законодательстве. Иногда наши граждане перед выходом на пенсию сталкиваются с такой ситуацией, что за какое-то время, за какие-то периоды их работы, страховые взносы, их работодателями в фонд социальной защиты уплачивались не в полном размере или не уплачивались. Расскажите, пожалуйста, что будет с этой пенсией происходить? Будет ли учитываться в стаж этот период? Действительно, Ольга, такие моменты в жизни, они бывают, есть, и мы с этими моментами сталкиваемся. Есть случаи, когда не выплачиваются в страховой фонд организации деньги, поэтому они никак не могут в соответствии с действующим пенсионным законодательством приниматься для расчета страхового отстажа и начисления пенсии. Поэтому они не будут браться во внимание. Поэтому назначение пенсии и размер ее зависит от стажа и от заработка. И еще одну тему я хотела бы успеть обсудить, хотя у нас уже не так много времени для окончания программы, но я думаю, что около трех минут у нас еще есть. Петр Николаевич, минувший год нас порадовал очень хорошей новостью. Гомичина побила рекорд по рождаемости. Для того, чтобы эту тенденцию хорошую поддержать, скажите, пожалуйста, как сегодня государство поддерживает молодые семьи, которые имеют детей и имеют детей, может быть, более чем одного и двух. Расскажите, пожалуйста, на что они имеют право. Я хочу сказать, Ольга, действительно, в прошлом году у нас, как никогда, родилось 18 261 ребенок. И, к нашему счастью, мы сократили вот эту вилку разрыва между рождаемостью и смертностью. Две с половиной тысячи. Поэтому государственно, вообще социально направленная политика у государства, и вот этим вопросом оказывается очень огромное внимание. Поэтому действует 41 указ, это адресно-социальная помощь. Действуют сегодня, значит, выплаты пособия по уходу за ребенком. Это отпуск до трех лет, пособие по уходу до трех лет, и оно сегодня не такое уже малое. Два миллиона двести шестьдесят одна тысяча. И если второй ребенок, то два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча. Значит, выплаты соответствующие. Значит, это и питание детское, это и в соответствии с указом пособия. Значит, если там ребенок до трех лет, и дети от трех до восемнадцати, то пятьдесят процентов выплачиваются. Сегодня этим вопросом очень серьезное внимание, поэтому и всплеск рождаемости пошел. Потому что вот льготные кредиты и гашение кредитов при трое детей и более, там пятьдесят семьдесят пять, а вообще если пятеро детей, то и сто процентов. Поэтому вот эти меры, они позволили решить вот эту проблему. И сегодня государство пошло еще дальше. Государство сегодня предусмотрело так называемый в народе семейный капитал. Это пятьсот семьдесят второй указ, которым, если родился третий ребенок и последующие, кто не получал, то единоразово назначается вот этот семейный капитал десять тысяч долларов, которые может семья использовать на улучшение жилищных условий, не дай бог, лечение, обучение. Но это выдается один раз на семью. Поэтому это тоже, я считаю, будет способствовать вот улучшению демографической ситуации в государстве. Поэтому в нашем государстве сегодня, к счастью, я называю, что мы занимаем двадцать шестое место в рейтинге ста семидесяти шести стран вот по именно по этим вопросам. Спасибо большое, Петр Николаевич. Что бы вы хотели в преддверии Святого Дня для нашей страны пожелать нашим телезрителям? Я в преддверии его святого дня, я хотел бы, уважаемые телезрители, уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, пожелать прежде всего здоровья. А я всегда люблю говорить, дай бог сохранить то состояние здоровья, души и тела, которое есть в данный момент, чтобы не дай бог стало горше, было так еще долго-долго. И самое главное, чтобы над нашим мирным небом всегда был мир, и мы никогда не чувствовали, не видели того, что сегодня происходит в соседней нашей братской Украине. Поэтому мира, добра и сохрани или храни, Господь Бог, всех нас под этим мирным и хорошим. Я по-доброму нам завидуют наши соседи, что у нас чистая культурная европейская страна. Поэтому дай бог, чтобы вот в таких условиях мы и дальше жили. Поэтому с праздником, уважаемые друзья, всего самого наилучшего. Спасибо большое, Петр Николаевич, за сегодняшний диалог. Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите, облсполкома Петр Савицкий, был сегодня гостем в нашей студии. Я с вами прощаюсь на неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова